Рак простаты Рак простаты Пациенту согласно клиническим рекомендациям была выполнена магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием, согласно результатам которой в правой доле предстоятельной железы был верифицирован очаг, который трактовался как ПАИРАЦ-5. Учитывая такие данные МРТ, пациент был направлен на трансректальную биопсию предстоятельной железы и по результатам мультифокальной трансректальной биопсии у пациента подтвердилось наличие аденокарциномы 4 плюс 4 поглисонов в 4 из 12 биопсийных столбцов. Каких-то увеличенных тазовых лимфоузлов признаков экстракляпсулярного распространения по данным МРТ выявлено не было. У пациента при комплексном обследовании отсутствовали отдаленные метастазы, поэтому мы трактуем данную клиническую ситуацию как рак предстоятельной железы CT2-M0-M0. И я хочу спросить, Мария Дина, как Вы считаете, что мы можем предложить данному пациенту в рамках существующих стандартов? Виталий Александрович, ситуация представляется достаточно банальной. Это не метастатический рак предстоятельной железы, группа высокого риска. Этот пациент, несомненно, нуждается в агрессивном лечении, гормонолучевой терапии или радикальной простатоктомии, после которой с высокой степенью вероятности пациенту понадобятся дополнительные лечения, дистанционное облучение или андрогендепривационная терапия. Наверное, в этом случае я бы склонилась к гормонолучевой терапии. Спасибо за Ваше мнение. Родион Игоревич, как Вы считаете, как следует поступить в данной ситуации? Наталья Александрович, я думаю, что в данной ситуации для выбора лечебной тактики первичного неметастатического рака предстоятельной железы для нас принципиальная стратификация пациентов в группах риска. Группа риска наряду с симптомами и ожидаемым временем жизни определяет для нас лечебный подход при раке предстоятельной железы. И, следовательно, данный пациент будет относиться в группу высокого риска с агрессивным процессом, а следовательно и в данной ситуации кандидатам для агрессивного лечения. Мы должны предлагать ему радикальное лечение. Клинически значимых сопутствующих заболеваний у него нет, но, однако, мы все-таки должны в принципиальном вопросе поставить сумму баллов по глисону. Это 8, 4 плюс 4, соответственно, здесь мы можем предложить и дистанционную лучевую терапию в комбинации с андрогенной депривацией, так и радикальную простатоктомию стазовой лимфодисекцией. Я, как хирург, наверное, все-таки бы отдал предпочтение хирургическому лечению. Мы знаем, что группа высокого риска – это 30% от всех случаев впервые диагностирована рака предстательной железы. Оптимальная тактика на сегодняшний день неизвестна. Адекватных рандомизированных исследований, где сравнилась бы радикальная простатоктомия и дистанционная лучевая терапия в комбинации либо с брахитерапией, либо с андрогенной депривацией, нет. Когорты пациентов в опубликованных сериях тоже неоднородны. С определенными оговорками мы можем ориентироваться на результаты метаанализа, который представлен на данном слайде. Мы видим, что были проведены исследования, где сравнилось хирургическое лечение, радикальная простатоктомия с дистанционной лучевой терапией либо в комбинации, либо в монорежиме. И видим, что дистанционная лучевая терапия в комбинации с брахитерапией сопоставима с хирургическим лечением, то есть радикальная простатоктомия именно в отношении общей выживаемости. Поэтому здесь остается все-таки выбор и за лечим врачом, и непосредственно после беседы с пациентом, какое лечение мы предложим. Коллеги, спасибо за ваше мнение. Действительно, мы рассуждали схожим образом. С одной стороны, перед нами мужчина возрастной категории выше желаемого, скажем так, ему 76 лет. С другой стороны, к этому возрасту он подошел без какого-либо значимого багажа сопутствующих заболеваний. У него клинически локализованный рак предстоятельной железы, но высокого риска прогрессирования. Поэтому, на наш взгляд, этот пациент является кандидатом для активного радикального лечения. И после разъяснительной беседы коллегиально с больным была выбрана тактика дистанционной лучевой терапии. Тут встает вопрос, стоит ли дополнять лучевое лечение какой-то системной терапии, когда и в течение какого времени назначать те или иные лекарственные препараты кандидату для лучевого лечения. Как Вы считаете? Виталий Александрович, однозначно кандидат для радикальной лучевой терапии должен получать конкурентную гормонотерапию, андрогенную депривацию агонистам или антагонистам ЛГРГ. И в группе высокого риска мы должны проводить длительную адъювантную гормонотерапию от 18 до 36 месяцев. Я бы так предложила. Родин Игоревич, Ваше мнение? Мы знаем, что на сегодняшний день многие коллеги назначают неадъювантную терапию кандидатов для дистанционной лучевой терапии. И стоит обратить внимание, опять же, на клинические исследования, проведенные, где мы видим, что неадъювантная антиандрогенная терапия увеличивает ПСА безрецидивную выживаемость для пациентов, подвергнутых лучевой терапии, но не влияет на общую выживаемость. И здесь мы назначать рутинно, конечно, неадъювантную лучевую терапию не можем. Да, мы можем ее назначить для улучшения мочеспускания пациента, для контроля лучевой терапии, чтобы ее при той или иной ситуации не прекращать. Но длительно, вот на данном слайде мы увидим проведенное исследование, где у пациентов, кандидатов для дистанционной лучевой терапии видно, что получает пациент 3 месяца, 6 месяцев, либо 8 месяцев. Антиандроген-депривационная терапия, как таковых, различий нет. Здесь ставить акцент на длительное лечение при неадъювантной терапии нет никакой целесообразности. Соответственно, если говорить уже о конкурентной, адъювантной антиандроген-депривационной терапии у кандидатов для дистанционной лучевой терапии, то здесь, конечно, результаты достаточно хорошие, перспективные. Мы видим, что антиандроген-депривационная терапия при наблюдении 5 лет увеличивает общую выживаемость пациентов. То есть здесь однозначно это лечение в комбинации с лучевой терапией проводить целесообразно. Также проводились исследования оценки, в каком же прогнозе целесообразнее назначать то или иное лечение. И мы видим, что пациенты, которые подвергаются дистанционной лучевой терапии при раке предстательной жизни, из группы неблагоприятного промежуточного прогноза, конкурентная и адъювантная андроген-депривационная терапия у больных группы неблагоприятного и промежуточного прогноза увеличивает общую выживаемость. И краткосрочная адъювантная андроген-депривационная терапия 4 или 6 месяцев тоже увеличивает общую выживаемость сопоставимую и андроген-деревационной терапии в течение 9 и 36 месяцев. Также проводили исследование, которое позволило нам оценить, эффективна ли данная комбинация лечения у пациентов раком предстательной жизни группы высокого и очень высокого риска. И по данным исследованиям мы видим, что длительная андроген-деревационная терапия у больных с локализованным раком простаты, группы высокого и очень высокого риска, также увеличивает общую выживаемость, если сравнить с краткосрочной. И длительная андроген-деревационная терапия 18 месяцев, мы видим на данном слайде, не уступает, если проводится лечение в течение 36 месяцев. То есть общая выживаемость однозначно лучше. Был проведен метаанализ, где оценивали именно по грейдам, градация пациентов. Мы видим, что пациенты с градацией Айсуп 4 и 5, это с агрессивной опухолью, длительная андроген-деревационная терапия также дает преимущество общей выживаемости у данной когорты пациентов. И сравнение адъювантной андроген-деревационной терапии с неадъювантной андроген-деревационной терапией у кандидатов для лучевой терапии. На данном слайде мы видим, что все-таки адъювантная андроген-деревационная терапия также дает преимущество как и без биохимического рецидива, так и без прогрессирования. Соответственно, неадъювантная андроген-деревационная терапия также волнует нас в вопросе при проведении брахи-терапии. Стоит ее назначать или нет, на сегодняшний день роль эта не ясна. Есть скудная догазательная база, свидетельствующая, что краткосрочная андроген-деревационная терапия увеличивает в САБИС рецидивную выживаемость, но нет доказательств эффективности длительной андроген-деревационной терапии именно у пациентов группы высокого риска. Для уменьшения размеров простаты и облегчения проведения брахи-терапии в клинической практике часто используют и можно использовать. Поэтому так. Спасибо большое, коллеги. Таким образом, мы понимаем, что учитывая, обращаясь к вопросу, который мы получили в чарт, еще раз говорим о том, что у этого пациента нет признаков нарушения мочеиспускания. На наш взгляд, он не являлся кандидатом для неоадъювантной гормональной терапии перед запланированной лучевой терапией. И пациенту будет проводиться курс лечения в объеме дистанционной лучевой терапии с конкурентной и адъювантной гормональной терапией в течение 18 месяцев. Благодарю вас, Виталий Александрович. Родион Игоревич, ваш клинический случай. Да, хочу предоставить вам мой клинический случай. Пациент 54-х лет с жалобами на прогрессирующее затрудненное мочеиспускание, частое ночное мочеиспускание. Пациент получает длительное время ингибиторы 5-альфа-редуктазы. Пациент высокий показатель ПСА, 35 нг на миллилитр. Ему была выполнена биопсия пристательной железы. И по данным гистологического заключения, аденокарцинома ГЛИСН-7, 3 плюс 4 в 7 из 12 столбцов, составляющих до 70% в ткани биопсийного столбца. По данным рентгенологического исследования, данных за экстрапсулярную экстензию и отдаленные метастазы не получено. Соответственно, пациенту был поставлен диагноз рак пристательной железы CT2C-0М0. Что выбрать в этой ситуации? Пациенту 54 года, у него прогрессирующие затрудненное мочеиспускание, агрессивные гистологические показатели. Как вы считаете, коллеги? В этом случае, на мой взгляд, на первом этапе лечения нужно выполнять радикальную простатоктомию. Даже если операция окажется нерадикальной, даже если больному понадобится комбинированное или комплексное лечение, в любом случае простатоктомия у молодого мужчины позволит избежать в дальнейшем симптомов первичной опухоли. Мужчина относительно молод, и его ожидаемая продолжительность жизни немаленькая. Поэтому в этом случае я бы выбрала радикальную простатоктомию. Не знаю, согласится со мной Виталий Александрович или нет, но на мой взгляд, это так. Коллеги, перед нами пациент опять из группы высокого риска. В группе высокого риска мы можем отнести его на основании высокого уровня ПСА. Действительно, у него довольно много положительных биопсийных столбиков и довольно большая площадь поражения в ткани биопсийных столбиков. Нет сомнений, что это пациент из группы высокого риска. Как мы говорили при обсуждении первого клинического случая, есть несколько опций. Но в данном конкретном случае у пациента, согласно анамнезу, довольно выраженное дезурическое явление, которое могут не позволить провести, например, запланированную лучевую терапию, если вдруг она будет выбрана в качестве метода лечения. Я соглашусь здесь с Марией Юрьевной, что, скорее всего, это кандидат для мультимодальной терапии. Но первым этапом в этой череде модальности я бы предложил пациенту хирургический метод лечения, выполнение радикального простатоктониза с расширенной лимфодисекцией. Спасибо, Виктор Александрович. Да, действительно, мы пациента прооперировали, мы выполнили ему радикальную простатоктонию с расширенной тазовой лимфодиноктомией. И при получении гистологического заключения получаем аденокарциному предстательной железы ПТ-3Б. То бишь процесс прорастает в капсулу, в семенные пузырьки. Мы получаем метастазы в регионарных лимфоузлах с обеих сторон. Сумма баллов по глиссону 7, 4 плюс 3. Нам удалось выполнить операцию без положительного хирургического края. Но вот в данной ситуации, получив такое гистологическое заключение, коллеги, как вы считаете, что делать? Может, нужно было все-таки провести неодевантную терапию? Что сейчас назначить? На основании этих данных. Радион Игоревич, конечно, обескураживающее гистологическое заключение, но все-таки ожидаемое, согласитесь. Ситуация нередкая. Неоавювантную терапию кандидату для радикальной простатоктомии я однозначно не стала бы рекомендовать, даже при тех входящих данных, которые у нас были. На мой взгляд, метастазы в пяти лимфоузлах – это все-таки начальные этапы диссеминации опухолевого процесса, поэтому в данном случае я бы назначила адювантную андроген-депривакционную терапию. Вопрос о адювантной дистанционной лучевой терапии в подобных ситуациях спорный. Формально у больного есть показания для адювантного облучения. Неформально можно придраться к значительному количеству пораженных лимфоузлов и отказаться от этой опции. Я бы, наверное, не стала облучать этого пациента. Не знаю, может быть, у Виталия Александровича другое мнение. Давайте будем осматривать эту ситуацию по порядку. Вы спросили, был ли смысл назначать данному больному неоадювантную терапию и какую. Безусловно, у пациентов с выраженными зерническими явлениями очень иногда хочется назначить гормональную терапию до какого-либо метода радикального лечения с целью облегчения их симптоматики. И это может быть оправданным, если пациенту планируется проведение лучевой терапии. Но когда мы говорим про планируемое хирургическое метод лечения и выполнение радикальной простатоктомии, здесь мы можем опираться на довольно крупные исследования и метаанализы исследований, согласно результатам которых неоадювантная гормональная терапия до радикальной простатоктомии не увеличивает общую выживаемость пациента. Кроме этого, проведение неоадювантной гормональной терапии не увеличивает и специфическую выживаемость опухоли и специфическую выживаемость больных, которые потом подвергаются радикальному хирургическому лечению. Безусловно, гормональная терапия снижает риск выявления опухоли по краю хирургического разреза. Однако, возвращаясь к нашему клиническому случаю и вспоминая ту гистологию, которую вы получили после выполнения операции, ПТ-3Б, Н1, по большому счету, положа руку на сердце, какая разница, был бы у него Р0 или Р1. На мой взгляд, на тактику дальнейшего лечения в рамках антимодального подхода категория R, конкретно в данном случае, вряд ли бы Е. Мы можем говорить, что на сегодняшний день мы обладаем целой палитрой агентов. Почему мы ведем речь только про аадювантную гормональную терапию? Действительно, были попытки использовать, интенсифицировать неоадювантный подход. Первыми такими попытками была возможность добавления доцитоксела, шести курсов доцитоксела к гормональной терапии с последующим хирургическим лечением. Однако, согласно крупным исследованиям третьей фазы, рандомизированным клиническим исследованием, трехлетняя безрецидивная выживаемость в группе от такого интенсивного лечения достоверно не увеличивалась. Как вы видите, трехлетняя безрецидивная выживаемость в группе доцитоксела составила 89%, а в группе радикальной простатоктонии 84% различия недостоверно. Однако нежелательные явления в виде четвертой степени. Естественно, встречается практически у каждого второго пациента в группе, которая получала хирургическую терапию доцитоксела. На сегодняшний день, помимо доцитоксела, у нас есть новые ингибиторы андрогенной оси, такие как лимфамиды, атероскарон, атероскарон. И действительно проводились и такие исследования. Это были исследования второй фазы. Целью этих исследований явилась оценка тетредуктивного эффекта такой интенсифицированной неоадивантной гормональной терапии. И не только гормональной, а лекарственной. Неоадивантной лекарственной терапии у кандидатов для радикального хирургического лечения. Как вы видите, использовались и абиратурон, и энзолутамид, и комбинация абиратурона и энзолутамида, и комбинация апалутамида и абиратурона. Действительно, от 10 до 20% была зарегистрирована категория ПТ-0 у пациентов после радикального хирургического лечения при анализе плановой гистологии. Но стоит сказать, что все-таки это исследование второй фазы. И мы, к сожалению, на сегодняшний день не можем рекомендовать их для широкого применения. С нетерпением ждем исследований третьей фазы, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, можно ли интенсифицировать лечебный подход у этой группы больных с последующим хирургическим лечением и получат ли пациенты от этого преимущество. Таким образом, мы понимаем, что вряд ли у пациента кандидата для радикального хирургического лечения стоило назначать неводиуманную терапию. Давайте теперь поговорим про одиуманную терапию. Согласно результатам гистологического исследования у этого пациента целый ряд неблагоприятных факторов риска. Это и категория ПТ-3Д, это и категория, самое главное, М1 с 5-ю пораженными лимфоузлами. Безусловно, на мой взгляд, эти пациенты нуждаются, подобные пациенты нуждаются в более агрессивном лечении. Однако, здесь мы вынуждены ориентироваться на категории N. Что касается категории ПН-0, то были проведены перспективные ромбонизированные исследования по оценке целесообразности использования одеванной гормональной терапии в качестве агентов использовались как монотерапии антиандрогенами с лутамидом или битултамидом, так и комбинированные подходы и комбинация терапии андроген-бикровуссорной с доцитокселом. И у пациентов с категорией ПН-0 данный подход одеванной терапии снижает низкости дела, но никак не оказывает никакого влияния на общее выживание. Другое дело, если мы говорим проявляем активов ПН-1 или ПН-плюс, действительно было проведено проспективное рандомизированное исследование, где активным агентом были агонисты ЛГРГ, и в этой группе больных проведение одеванной терапии снижает не только риск рецидива, но и увеличивает общую выживаемость этой группы в этой группе больных. Как вы видите на слайде, кривые достоверно различаются это исследование месяца, безусловно, у этого исследования есть ряд недостатков, и его справедливо из-за этого дистанции, однако на сегодняшний день у категории ПН-1 это рандомизированное исследование третьей фазы, и мы можем полагаться на его результаты. таким образом у пациентов с категории ПН-плюс есть некая альтернатива одевантной терапии. Согласно клиническим рекомендациям Европейской Ассоциации урологов, мы можем сказать, что стандартом может являться проведение одевантной гормональной терапии, однако эти пациенты могут быть кандидатами и для более интенсивного лечения в комбинации в дистанционной лучевой терапии и технологии АМРТ плюс целенаправленное облучение зон регионального метастазирования. И конкретно для этого больного я бы, наверное, предпочтел вот этот более агрессивный подход. Но также у определенной когорты больных при выявлении не более двух позитивных лимфоузлов и достаточно снижение ПСА после проведенного радикального лечения может быть предпринята и тактика наблюдения, резервируя более агрессивный подход в случае, если у пациента разовьется биохимический лицинит. Спасибо, Виталий Александрович. Возвращаясь к моему пациенту, мы провели ему одевантную лучевую терапию, он получал на этом фоне андроген-депривационную терапию, медикаментозную кастрацию мы проводили в течение 18 месяцев. Однако после данного лечения, после отмены андроген-депривационной терапии наблюдался рост ПСА до 2,3 нанограмм на миллилитр. При этом при контрольном обследовании у него не появилось метастазов отдаленных и в этой ситуации что мы можем предложить данному пациенту, как вы считаете? Александр Иванович, ну вот облучили, как вы рекомендовали, все равно ПСА растет. Что будете делать? ПСА растет, да, но я думаю, что это не из-за того, что его облучили, а, видимо, такие биологические характеристики, агрессивность опухолевого процесса конкретно у этого больного действительно мы видим после, сразу же практически после отмены гормональной терапии прогрессивный рост ПСА и несмотря на то, что по данным рутинных методов обследования, по данным КТ трех уровней и сканирования костей у пациента не выявлено каких-либо метастатических очагов, все-таки я бы, учитывая его молодой возраст, не облекал его на палиативную гормональную терапию, я считаю, что конкретно этому пациенту в такой клинической ситуации можно рекомендовать выполнение ПЭТ-КТ с ПСМА. Вы знаете, я с вами полностью согласна, но, если вы позволите, я остановлюсь на этих вопросах чуть подробнее. У вашего пациента, Родион Игоревич, биохимический рецидив рака предстательной железы. Надо сказать, что определение ПСА-рецидивов после радикального лечения определяется видом этого радикального лечения. Если после радикальной простатоктомии мы считаем ПСА-рецидивным повышение уровня маркера до 0,2 нг на мл, в последних публикациях вы можете столкнуться с пограничным значением 0,4 нг на мл, что обусловлено данными, которые получены в многочисленных ретроспективных и когортных исследованиях. Более того, пограничный уровень 0,4 нг на мл уже начал просачиваться в рекомендации, то после лучевой терапии мы используем в качестве определения ПСА-рецидива прирост уровня маркера не менее, чем на 2 нг на мл по сравнению с надиром. Если упомянуть больных, которые получали амблативные методы лечения, то рекомендаций нет, валидированных определений нет, поэтому в зависимости от рабочей группы используется либо первое определение, о котором я уже сказала, либо второе. Источником повышения ПСА после радикального лечения, кроме рецидива опухоли, может быть резидуальная ткань предстательной железы, не содержащая клеток аденокарциномы. При невысоких показателях маркера, которые не меняются в течение времени, ткань простаты без опухоли обнаруживается у каждого четвертого пациента. Кроме того, не надо забывать раз проложены положительные результаты, но, конечно, у большинства больных с повышением ПСА после радикального лечения это рецидив. В 50% случаев рецидивы локализуются в зоне первичной опухоли, четверть больных имеет отдаленные метастазы, и четверть пациентов не посчастливилось, и они имеют сочетание местного рецидива и отдаленных метастазов. Конечно, традиционные методы визуализации не позволяют выявить источник повышения ПСА при низком уровне маркера, так, скинирование костей при любом уровне маркера позволяет выявить источник рецидива меньше, чем у 10% больных. Стандартная компьютерная томография при любом повышении ПСА выявляет источник маркера у 14% пациентов. Очень хороший, высокочувствительный и специфичный метод МРТ с андеректальной катушкой и контрастным усилением, но, конечно, мы прекрасно понимаем, что эта методика не позволит выявить костные метастазы. Очень высокой диагностической эффективностью при раке предстательной железы обладает позитронно-эмиссионная томография, объединенная с компьютерной томографией, но, конечно, большое значение имеет используемый трейсер. ПЭТ с холином и глюкозой обладают низкой диагностической эффективностью при раке предстательной железы при невысоких показателях маркера диагностическая эффективность составляет 40-50%. Натрифтор ПЭТ-КТ обладает очень высокими чувствительностью и специфичностью при костных метастазах, но, конечно, трейсером выбора является специфический мембранный антиген, меченный радиоизотопом. Чаще мы работаем с 68-м галлием, постепенно появляется 18-й фтор. Также разрабатываются новые конъюгаты ПСМА с иными радиоактивными трейсерами. ПСМА ПЭТ-КТ обладает диагностической эффективностью, достигающей 95% при всех уровнях ПСА, но даже при сверхнизких показателях маркера эта методика дает возможность выявить, откуда же мы получаем повышение уровня маркера. Хотелось бы сразу оговориться, что рутинная биопсия при ПСА-рецидивах после радикального лечения не показана. После радикальной простатоктомии специфичность рутинной биопсии очень низка, составляет 26-67%. Результаты существенно зависят от размеров опухоли, а самое главное, что результаты спасительной лучевой терапии абсолютно одинаковы при позитивных и негативных результатах биопсии. После дистанционного облучения биопсия может дезинформировать врача, поскольку у пациентов с клетками опухоли в биоптате в каждом пятом случае через 10 лет после лучевой терапии не реализуется клинический рецидив. И только перед спасительной радикальной простатоктомией мы можем себе позволить выполнить рутинную биопсию, поскольку спасительная радикальная простатоктомия это вмешательство, ассоциированное с высоким риском осложнений, поэтому в данном случае верификация рецидива может понадобиться. При этом биопсию нужно выполнять не менее чем через полтора года после окончания лучевого лечения. Обратите внимание, коллеги, появились новые рекомендации по обследованию пациентов с ПСА-рецидивами. После радикальной простатоктомии при уровне ПСА больше 0,2 мг на мл показано ПСМА ПЭТ-КТ при условии, что результаты повлияют на лечебную тактику. При недоступности данного трейсера возможно использование альтернатив. После дистанционной лучевой терапии если планируется спасительная радикальная простатоктомия, показанная мертатеза и биопсии области подозрительной в отношении рецидива и при доступности необходимо выполнение ПСМА ПЭТ-КТ или альтернативные варианты ПЭТ-КТ с иными трейсерами если возможности выполнить ПЭТ-ПСМА нет при условии, что планируется спасительное локальное лечение. Выбор лечебной тактики при ПСА-рецидиве зависит от группы риска первичного лечения источника повышения ПСА. Собственно, тактические подходы колеблются от динамического наблюдения до спасительного радикального лечения и системной противоопухолевой терапии. В настоящее время рекомендуется стратифицировать больных с ПСА-рецидивами на группы низкого и высокого риска, при этом к низкому риску относятся пациенты, подвергнутые радикальной простатоктомии, у которых время удвоения ПСА превышает 12 месяцев и имеется айсубгрейд меньше 4. После дистанционной лучевой терапии к низкому риску относят пациентов с временем до ПСА-рецидива больше 18 месяцев и айсубгрейдом меньше 4. Все остальные больные классифицируются в группу высокого риска прогрессирования и смерти от ракопредстательной железы. После радикальной простатоктомии, конечно, методом выбора является спасительная дистанционная лучевая терапия, которая обеспечивает длительную безметастатическую и общую выживаемость. При этом хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, что чем ниже уровень ПСА на момент спасительной дистанционной лучевой терапии, тем лучше результаты, которые мы получаем. Так, метастазы через 10 лет после спасительной лучевой терапии у больных, подвергнутых радикальному хирургическому лечению при уровне ПСА не выше 0,2 мг на миллилитр, появляются у 9% пациентов, а вот при ПСА больше единицы у 20% больных, те же самые закономерности мы прослеживаем и в отношении общей выживаемости, и без ПСА рецидивной выживаемости. Поэтому, если у больного реализовалось повышение уровня маркера после радикальной простатоктомии, спасительную дистанционную лучевую терапию нужно начинать как можно раньше. В течение долгих лет мы ломали голову, нужно или не нужно назначать андроген-депривационную терапию больных, получающих спасительное облучение после радикальной простатоктомии по поводу ПСА рецидивов. Я, например, не назначала для того, чтобы контролировать эффективность облучения по уровню маркера, но относительно недавно, 3 года назад, появились результаты исследований ЖТУП-АФУ-16, которая показала, что андрогенная депривация в течение 6 месяцев в сочетании со спасительной дистанционной лучевой терапией позволяет увеличить беспрогрессивную и безметастатическую выживаемость у больных с ПСА рецидивом после радикальной простатоктомии по сравнению с только дистанционным облучением. Поэтому краткосрочная андрогенная депривация во время спасительной лучевой терапии и после нее в настоящее время является стандартом. Еще одна методика комбинированного лечения больных с ПСА рецидивами после радикальной простатоктомии это дистанционное облучение с антиандрогеном первого колени бекалутамидом в дозе 150 мг в сутки. В рандомизированном исследовании РТОК-9601 спасительная дистанционная лучевая терапия в сочетании с бекалутамидом в высокой дозе показывала преимущество в отношении общей выживаемости по сравнению с только спасительной дистанционной лучевой терапии при этом наибольшее преимущество получали пациенты с высоким уровнем ПСА больше 0,7 мг на мл а также больные с положительным хирургическим краем. Факторы риска безрецидивной выживаемости после спасительной дистанционной лучевой терапии изучались в многочисленных исследованиях. Недавно был опубликован метаанализ 71 серии наблюдений который показал закономерно что категория Т категории Н и М наличие экстракапсулярной экстензии лимфоваскулярной инвазии и так далее включая сумму глиссона являются факторами неблагоприятного прогноза безрецидивной выживаемости больных получающих спасительное облучение. На эти факторы мы не можем повлиять. Это просто исходные данные с которыми мы работаем. Но есть фактор риска на который мы можем повлиять. это суммарная очаговая доза. Коллеги спасительное облучение должно проводиться в адекватной высокой суммарной очаговой дозе которая должна превышать 70 грей. Это позволяет значимо улучшить результаты спасительного облучения. В очень интересном одноцентровом исследовании ретроспективного характера сравнивалась 3D-конформная лучевая терапия и АМРТ методика спасительной дистанционной лучевой терапии в отношении острой и поздней токсичности. При этом было показано что методика АМРТ значимо снижает риск поздних гастроинтестинальных осложнений что позволяет рекомендовать именно этот метод облучения в качестве спасительной лучевой терапии у больных с паса-рецидивами после радикальной простатоктомии. Хорошая новость для хирургов появилась 2 года назад. Три рандомизированных исследования третьей фазы а также их метаанализ речь идет об исследованиях Рейвс радикалсаркси и G2KFU-17 показали что адъювантная лучевая терапия не лучше спасительной лучевой терапии после радикальной простатоктомии. Все мы хорошо знаем что пациенты подвергнуты расширенной радикальной простатоктомии а именно эти больные как правило имеют паса-рецидивы и в дальнейшем нуждаются в лучевой терапии должны иметь некий люфт во времени для реконвалисценции в отношении континенции мочи. Если мы немедленно назначаем адъювантное облучение для того чтобы улучшить онкологические результаты мы рискуем результатами функциональными и конечно это ухудшает качество жизни больного и что не менее важно качество жизни хирурга. поэтому на мой взгляд опубликованные данные трех андомизированных исследований которые говорят что мы можем отсрочить время проведения лучевой терапии у больных с факторами риска дав возможность восстановиться после операции это хорошая новость. Естественно что после дистанционной лучевой терапии также мы стремимся проводить спасительное локальное лечение для того чтобы по крайней мере отсрочить время назначения андрогенной депривации а в благоприятном случае излечить пациента от ракопредстательной железы. Одним из методов лечения ПСА-рецидива после дистанционного облучения является спасительная радикальная простатэктомия при сроках наблюдения от 15 до 55 месяцев без ПСА-рецидивная выживаемость у оперированных больных составляет от 15 до 50 процентов лучших сериях наблюдений при этом мы прекрасно знаем что частота осложнений спасительных операций гораздо выше чем традиционных радикальных простаток томий при этом частота ранений прямой кишки составляет от 1,5 до 9 процентов структура настомозов достигает 41 процента и тяжелые осложнения регистрируются у 6-25 процентов больных естественно что изучались иные методы спасительного лечения после дистанционной лучевой терапии это спасительная криооблация которая обеспечивает долгосрочную беспосарецидивную выживаемость достигающую в лучших сериях наблюдений 70 процентов при приемлемой частоте осложнений это спасительная брахитерапия которая все больше завоевывает скажем так умы лучевых терапевтов в центрах с опытом выполнения спасительных процедур после дистанционного облучения при этом при длительных сроках наблюдений беспосарецидивная выживаемость в лучших сериях наблюдений достигает 71 процента с частотой поздних мочеполовых нежелательных явлений третьей степени тяжести 23,5 процента и спасительная стереотоксическая лучевая терапия изучается при ПСА-рецидивах после дистанционной лучевой терапии конечно эта методика экспериментальная она должна выполняться только в центрах с опытом выполнения подобных процедур спасительная облация высокоинтенсивной сфокусированной ультразвуковой волной также позволяет обеспечить приемлемые отдаленные онкологические результаты и функциональные результаты конечно не все пациенты будут получать спасительную терапию локального свойства при ПСА-рецидивах системная противоопухолевая терапия по-прежнему является наиболее часто применяющимся методом лечения у этой категории больных при этом возникает вопрос а когда назначать андрогенную депривацию сразу как только мы диагностировали ПСА-рецидив или мы можем выждать какое-то время в рандомизированном исследовании третьей фазы ТОТ не было показано различия общей выживаемости у больных которые получали немедленную отсроченную андрогенную депривацию аналогичные результаты были опубликованы и на основании регистрового исследования индивидуальных данных более 14 тысяч больных но в этом регистровом исследовании было показано что ряд пациентов имеет высокий риск системного прогрессирования и наверное именно эти больные нуждаются в ранней интенсификации терапии факторами риска системного прогрессирования являлись молодой возраст то есть высокая ожидаемая продолжительность жизни высокий показатель категории Т высокая сумма глиссона короткое время удвоения ПСА и вы видите что эти результаты практически дублируют те факторы риска которые нам предложено использовать для стратификации больных в группы риска ЯУ при ПСА рецидивах мне кажется что это можно и нужно принимать во внимание в клинической практике конечно моноандроген депривационная терапия является стандартом тем не менее не нужно забывать про исследование ИПС которая показала что монотерапия бикалутамидом в высокой дозе по сравнению с кастрацией именно у больных с ПСА рецидивами не снижает общей выживаемости и может применяться по данному показанию еще один вопрос которым мы часто задаемся в клинической практике можем ли мы использовать интермитирующую андрогенную депривацию при ПСА рецидивах можем эта рекомендация основана на результатах двух рандомизированных исследований которые сравнивали постоянную интермитирующую андрогенную депривацию при ПСА рецидивах после радикальной простатоктомии и лучевой терапии. В отличие от исследований при метастатическом гормоночувствительном раке простаты, в этих протоколах пограничным значением ПСА для возобновления гормонотерапии после перерыва в лечении являлось 4 нанограмма на миллилитр. Вы видите, что общая выживаемость была одинакова при использовании постоянной интермитирующей андрогенной депривации. И, наверное, это единственное место интермитирующей андрогенной депривации в настоящее время. Рекомендации по ведению пациентов с ПСА-рецидивами представлены на слайде. Еще раз хочу подчеркнуть, что после радикальной простатоктомии больные группы низкого риска нуждаются в динамическом наблюдении. Всем остальным пациентам следует рассматривать необходимость проведения спасительной лучевой терапии. При этом дозы должны быть высокими, а методика АМРТ. При ПСА-рецидивах после дистанционного облучения пациенты с низким риском нуждаются в динамическом наблюдении, все остальные пациенты должны рассматриваться как кандидаты для возможного спасительного локального лечения. И если мы рассматриваем такую опцию, как системная андроген-депривационная терапия, то при времени удвоения ПСА больше 12 месяцев не следует назначать немедленную андрогенную депривацию. Мы можем отсрочить этот метод лечения и назначать его в интермитирующем режиме. И если возвращаться, Родион Игоревич, к вашему пациенту, то, на мой взгляд, нужно определить группу риска и выполнить ПСМА ПЭТ-КТ. Вдруг есть некая возможность для иного вида локального спасительного лечения у вашего пациента? Да, действительно, Мария Игоревна, мы видим, что у нашего пациента время удвоения ПСА менее 12 месяцев. Мы его градировали в группу высокого риска и, соответственно, выполнили ПСМА ПЭТ-КТ, где мы видим солитарный метастаз в пресакральном лимфоузле. У меня вопрос к Виталию Санычу. Что делать в данной ситуации? Вопрос интересный. Благодаря широкому внедрению в клиническую практику методов ПЭТ-КТ с различными трейсерами при раке предстательной железы, как и при некоторых, как до этого, при некоторых других онкологических заболеваниях, в нашу практику вошло такое понятие, как олигометастазы. И мы стали говорить о возможности повторного, радикального, условно-радикального воздействия на эти олигометастазы, как источник ПСА-рецидива, с попыткой увеличить как специфическую выживаемость этой группы пациентов, так и общую выживаемость. Действительно, перед нами больной, у которого, по данным ПЭТ-КТ, СМА, есть только один очаг, накапливающий радиофарм препарат. И очень хочется как-то на него воздействовать, на этот очаг, чтобы, опять же, не обрекать пациента только на палеотивную гормональную терапию. На данном слайде цитируется многоцентровое, правда, ретроспективное исследование, в котором оценивалась тактика относительно олигометастазов, выявленных при ПЭТ-КТ. Большая часть пациентов были подвергнуты немедленной гормональной терапии в режиме МАК, однако порядка 500 пациентов были локально пролечены, причем чаще это было хирургическим методом лечения, то есть выполнение расширенных заброшенных импотом лечения, но также были и попытки стереотоксической лучевой терапии. И как вы видите на слайде, проведение повторного локального лечения достоверно приводило к увеличению опухолоспецифической выживаемости этой группы больников. Если обратиться к подгрупповому анализу, то наибольший выигрыш от данного подхода имели пациенты с высоким глиссоном, с высоким глиссоном от 8 и выше, с статусом ПН0, пациенты с местно распространенными формами заболевания после ранее поведенного хирургического лечения, это ПТ-3 и ПТ-4, и время от окончания хирургического лечения до развития рецидива менее 27 месяцев. Именно эти пациенты обладали наибольшим преимуществом в таком повторном локальном воздействии на олигометастазы. Что же касается попытки лучевой терапии олигометастазов в лимфоузлах как источника ПСАИЦИИВА, то облучение отдельных лимфоузлов эффективнее, чем спасительная лучевая терапия. Позвольте процитировать также рандомизированное многоцентровое, правда, респективное исследование, в которое включались пациенты с менее 6 пораженными лимфоузлами. Облучение отдельных лимфоузлов проводилось в суммарно облучающей дозе 45 грейл в 25 фракциях на пораженной лимфоузлы плюс зоны регионарного метастазирования. А стереотоксическая лучевая терапия проводилась сразу в облучающей дозе 5 грейл до 10 фракций на пораженной лимфоузлы. Исследователи пришли к заключению, что облучение отдельных лимфоузлов по сравнению со спасительной лимфоузлой терапией приводит к снижению частоты рецидивов в лимфоузлах увеличивает безмета статического выживаемость у больных с небольшим количеством пораженных лимфоузлов, начало при поражении одного лимфоузла. Оно немного чаще индуцирует позднее нежелательное явление. Помимо лучевого метода воздействия, мы можем, как я уже говорил, использовать и хирургический метод при выполнении расширенных, задышимых нефаленоктомий. Система «Отический обзор» 26 исследований говорит о том, что можно для этой цели использовать как открытые, так и эндоскопические операции. Эти операции относительно хорошо переносятся пациентами, поскольку осложнение третьей степени и выше встречается менее чем в 10% случаев. И при медиальном наблюдении практически в 30 месяцев полный ПСА-ответ регистрировался от 15 до 80% случаев, в среднем около 45%. Беспрогрессивная выживаемость, то есть выживаемость без ПСА-рецидив в течение двух лет составляла от 23 до 64%, в течение пяти лет от 6 до 30%. И пятилетняя общая выживаемость составила 84% в этой группе больных. Таким образом, возвращаясь к нашему пациенту, мы можем сказать, что он может быть кандидатом для повторного локального воздействия на этот очаг. Я бы, наверное, в качестве метода воздействия конкретного этого больного, учитывая топик расположения этого очага, вряд ли бы рассматривал хирургические метод лечения, а скорее отдал бы предпочтение и предпочтение периодотоксическому лучевой терапии. Спасибо, Виталий Александрович, за Ваш ответ. Да, действительно, мы провели лучевую терапию с полным биохимическим и ПЭТ-КТ эффектом. Однако, через год, по данным ПСМА ПЭТ-КТ, было выявлено 2 очага в забрюшенных лимфозлах, 3 очага в костях скелета и наблюдалось повышение ПСА до 9 нг на мл. Коллеги, вопрос, какие дальнейшие мои действия в данной ситуации? Виталий Александрович, 5 метастазов, олигометастатическая болезнь. Будете облучать все очаги? Марина, Вы правы, по количеству очагов, действительно, если подходить, оценивая эту ситуацию, мы можем констатировать, что это действительно олигометастатическая болезнь. Однако, это лимфоузлы уже в забрюшенном пространстве, это кости таза, костные метастазы. И что наибольшее для меня здесь играет роль, это довольно высокий уровень ПСА. ПСА уже 9 нг на мл. Я бы конкретно этого пациента рассматривал уже как пациента с гормоночувствительным, метастатическим раком предстательной железы и рекомендовал бы ему проведение системной терапии той или иной, но не как кандидата для очередного какого-то локального действия на пользу метастазма. С вами совершенно неинтересно дискутировать, Виталий Александрович, потому что вы сняли с языка то, что я хотела сказать Родиону Игоревичу. И действительно, на мой взгляд, этот пациент имеет инициальные этапы полиметастатической гормоночувствительной болезни. В настоящее время рекомендации по лечению метастатического гормоночувствительного рака предстательной железы предусматривают назначение системной комбинированной терапии андрогенной депривации в сочетании с доцитоксилом или ингибиторами андрогенного сигнала биратурона с фрагизолоном, аполутамида или энзолутамида. Только андрогенная депривация резервируется исключительно для пациента, с противопоказаниями к комбинированной терапии. Кстати, я таких пока не встречала. Виталий Александрович, у вас были больные, которым вы категорически не смогли назначить комбинацию? Нет. Вот я все жду, когда кто-нибудь мне на этот вопрос ответит «да». Еще важным, не менее важным нюансом является тот факт, что современные рекомендации подразумевают необходимость проведения циторедуктивного облучения первичной опухоли у больных с малой метастатической нагрузкой по определению чарта. По определению чарта, напомню, к малому объему опухоли относятся раки предстательной железы без висцеральных метастазов и с не более чем четырьмя костными метастазами, из которых ни один не локализуется за пределами костей таза или осевого скелета. У больных с малой метастатической нагрузкой в рандомизированном исследовании Стампид облучение первичной опухоли приводило к значимому снижению риска смерти на 34% по сравнению с пациентами, которые не получали циторедуктивного облучения. При большой метастатической нагрузке, к сожалению, не реализовывалось позитивное влияние лучевой терапии на выживаемость пациентов. Почему я говорю циторедуктивная лучевая терапия? Доза облучения не подразумевает радикальной программы. Как правило, используется облучение до суммарной очаговой дозы 36 грей в шести еженедельных фракциях. Доцитоксел как препарат комбинации, доцитоксел в комбинации с андрогенной депривацией изучался в трех рандомизированных исследованиях третьей фазы. Это исследование Стампид, ЧАРТ, это G2-КФУ-15. В двух из трех исследований было показано, что введение в схему лечения доцитоксела приводит к значимому увеличению общей выживаемости по сравнению с только андроген-депривационной терапией. И все три исследования подтвердили увеличение времени до прогрессирования при использовании комбинированной терапии. Интересно, что и исследования ЧАРТ, и исследования Стампид, два позитивных исследования, показали, что доцитоксел обеспечивает значимый выигрыш общей выживаемости при большом объеме метастатического поражения, в то время как пациенты с малым объемом опухоли не выигрывают от введения в схему лечения цитостатика. Абиротерон, ингибитор стероидогенеза, изучался при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы в двух рандомизированных исследованиях третьей фазы Стампид и Латитют. В обоих исследованиях абиротерон значимо увеличивал общую выживаемость данной категории пациентов, а также увеличивал выживаемость без радиологического прогрессирования. Интересно, что в исследовании Латитют, которое включало только больные группы высокого риска по критериям данного исследования, в наличии не менее двух из трех критериев – высокая сумма глиссона, висцеральная метастаза или больше двух метастазов в костях скелета. Так вот, вот этих больных группа высокого риска стратифицировали в группы большой и малой опухолевой нагрузки по определению исследований чартер. Было показано, что абиротерон предоставляет значимый выигрыш общей выживаемости только при большом метастатическом поражении, так же, как и доцитоксел в качестве препарата комбинации при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы. Антиандрогены второго поколения, энзолутамид и аполутамид, изучались в крупных рандомизированных исследованиях третьей фазы при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы. При этом было продемонстрировано значимое увеличение общей выживаемости по сравнению с группами контроля. Энзолутамид изучался в двух крупных рандомизированных исследованиях. Это исследование энзомед, которое сравнивало андрогенную депривацию с энзолутамидом и андрогенную депривацию с антиандрогеном первого поколения, бекалутамидом, флутамидом или нелутамидом. При этом было показано значимое снижение риска смерти при использовании энзолутамида. В исследовании Арчес энзолутамид сравнивался с плацебо на фоне продолжающейся андрогенной депривации, показал значимый прирост общей выживаемости по сравнению с группой контроля. Ну и, наконец, аполутамид в исследовании эти тапы показал аналогичные результаты. Интересно, что преимущество антиандрогенов второго поколения в отношении общей выживаемости не зависело от опухолевой нагрузки. В отличие от доцитоксела и абиротерона, энзолутамид по данным исследований энзомед и арчес, аполутамид по данным исследований титан работали и у пациентов с малым, и у пациентов с большим объемом опухоли. Надо сказать, что метаанализ данных, процитированных только что исследований, показал, что все изученные комбинации обеспечивают сопоставимое преимущество общей выживаемости по сравнению с только андрогендепривационной терапией. И, честно говоря, можно было не проводить метаанализ, чтобы показать, что риск развития тяжелой токсичности наименьший на фоне терапии андрогенной депривации в комбинации с антиандрогенами второго поколения, энзолутамидом и аполутамидом. Что ждет нас в перспективе при метастатическом гормоночувствительном раке простаты – триплеты? Два рандомизированных исследования показали преимущество триплетов по сравнению со стандартной терапией при метастатическом гормоночувствительном раке простаты. В исследовании Аросенс, которое преимущественно включало больных с высокой метастатической нагрузкой по определению чартат, андрогенная депривация в комбинации с доцитоксилом и даролутамидом или плацебо показала преимущество триплета в отношении общей выживаемости. При этом риск смерти снижался на 32% по сравнению с группой контроля. В сходном по части своего дизайна факториальном исследовании третьей фазы ПИС-1 андрогенная депривация с доцитоксилом и абиратуроном с преднизолоном сравнивалась с андрогенной депривацией и доцитоксилом. При этом было показано преимущество беспрогрессивной и общей выживаемости в группе триплета. Риск смерти снижался на 35%, но нюанс. Общая выживаемость в группе триплета была лучше только при большой метастатической нагрузке. Это наши перспективы. А вот если говорить о той ситуации, которую мы обсуждаем сегодня, то у вашего пациента, Родион Игоревич, малая метастатическая нагрузка. И, на мой взгляд, он является кандидатом для назначения антиандрогена второго поколения в сочетании с андрогенной депривацией. Вы выиграли 12 месяцев без лечения, но сейчас пора начинать лечить. Да, действительно, Мария Галина, мы данному пациенту назначили андроген-депривационную терапию в комбинации с энзолутамидом. Напомню, что это гормоночувствительный рак предстательной железы, соответственно, остеомодифицирующую терапию мы не назначали. И пациент продолжает получать это лечение уже в течение 16 месяцев, на фоне чего мы получили радиологический эффект в виде регрессии забрюшильных лимфоузлов, стабилизации в костях. И был по соответствии снижение маркера более чем на 95%. Будем надеяться, что эффект будет иметь высокую продолжительность, больше, чем в клинических исследованиях. Но я тоже хочу представить вам свои клинические случаи. Это 77-летний больной, у которого был выявлен рак предстательной железы CT3AN1M1B, сумму глиссона 7, постоянно момент установки диагноза 143 нанограмма на миллилитр. У больного метастазы в тазовых, забрюшинах, внутригрудных лимфоузлах и костях скелета. Больному на старте лечения была назначена андрогенно-привационная терапия. Больному была выполнена хирургическая кастрация, и он получил 6 циклов химиотерапии доцитокселом. Надир ПСА 4,5 нанограмма на миллилитр. Радиологическая стабилизация опухолевого процесса. Родион Игоревич, что посоветуете сделать дальше с пациентом? Конечно, здесь можно было бы и понаблюдать, но стоит учесть, что пациент с диссиминированным опухолевым процессом, у него высокие изначально показатели ПСА, и надир получился не такой, какой хотелось бы увидеть. В данной ситуации я бы ему предложил все-таки поддерживающую терапию, например, абературоном. Вы фантазер, Родион Игоревич. Где же я оффлэйбл вам абературон найду для этого пациента? По стандарту ему андрогенная депривация показана, продолжающаяся. Виталий Александрович, а вы что посоветуете мне? Ну, посоветовать вам, Марина, сложно. Я хотел сказать, что сердцем я, конечно, с Родион Игоревичем, потому что после довольно агрессивного лечения мы имеем, несмотря на радиологическую стабилизацию, не удовлетворяющую нас снижение ПСА, но согласно текущим клиническим рекомендациям, этому пациенту мы, к сожалению, не можем ничего предложить. И в настоящий момент этот пациент должен быть оставлен. Я нашла возможность назначить больному, поддерживающую терапию абературоном с преднизолоном. Надо сказать, что, конечно, это оффлэйбл. Но если мы посмотрим на те исследования, о которых мы только что говорили, при метастатическом гормоночувствительном раке простаты, то и в исследовании ARCHES, и в исследовании ENZOMED, и в исследовании TITAN, и в исследовании LATITUD включались больные, которые до этого получали доцитоксел. И таких больных было много. И результаты у этих пациентов были хорошие. И мне кажется, что, опираясь на эти данные, мы можем в ряде случаев рассматривать возможность поддерживающей терапии. В этом случае я однозначно считаю, что это нужно было сделать. Тем не менее, всего 6 месяцев проходит. У больного максимальный радиологический ответ стабилизации опухолиопроцесса. И вот потихонечку у пациента ПСА начинает подрастать. 6, 12, 24 нанограмма на миллилитр. Симптоматического прогрессирования нет. Радиологически у пациента стабилизация опухолевого процесса. Виталий Александрович, менять коней на переправе или все-таки чуть-чуть еще подождать, посмотреть, куда качнется? Я еженедельно готова ПСА смотреть у пациента. Отмечается, довольно небольшой период времени пациент смог получать абиратурон до того момента, как у него начал расти уровень ПСА, но растет он прогрессивно. И, к сожалению, я бы в этой ситуации констатировал развитие кастрационно-рефрактерной фазы заболевания и задумал соблазнение о терапии. Радион Игоревич, нам предлагают лечить кастраторезистентный рак предстательной железы. Да, Мария Георгиевна, Вы нас подвели к тому, что данному пациенту в Вашем клиническом случае мы ставим диагноз кастрационно-резистентный рак предстательной железы. Однако, хочу напомнить, по каким критериям мы должны ориентироваться, чтобы действительно поставить такой диагноз. Мы должны помнить, что у пациента должен быть кастрационный уровень тестостерона. Биохимическая прогрессия – это когда в трех поставительных увеличениях ПСА с разницей в неделю, с увеличением на 50% в двух измерениях от НАДИРа. И ПСА должно быть более 2 мг на мл. А Вы не рассматриваете возможность смены терапии все-таки при наличии как минимум двух из трех критериев прогрессирования? ПСА невысокий, метастатическая нагрузка, не сказать, что была бы чудовищная. Симптоматического прогрессирования нет. Я вот все-таки обычно немного жду. Но это как бы дискутабельный вопрос, Марина. Меня конкретно настораживает в данной ситуации все-таки. Это не просто рост ПСА, а это какое-то прогрессивное его увеличение. Кратные фразы. Не на 2-3, не на 1-3. У пациента диссиминированным процессом. Да, но был-то он 6. Если бы он был 6, а стало, не знаю, 9-10. Это одна история. А когда он в 4 раза увеличился за 2 недели. Ну, в общем, конкретно этот момент, скорость увеличения ПСА заставляет меня усомниться в предлагаемой Вами тактике. Родион Игоревич, судя по всему, Вы видите на мониторе изображения? Я вернулся, извините, чтобы прервался. Соответственно, хотел на основании тех представленных критериев, которые на данном слайде мы уже и определяемся с дальнейшей тактикой. И вот именно по рекомендациях для проведения первой линии, последующей линии терапии кастрорезистентного рака пристательной железы. И мы не должны забывать, что андроген депривационной терапии мы в любом случае должны продолжать. Вне зависимости от того, какой мы последующий препарат будем назначать, нам принципиально необходимо подавлять клон андроген чувствительных клеток. И на сегодняшний день при лечении, при терапии кастрорезистентного рака пристательной железы, препараты, которые рекомендованы в первой, как я уже сказал, в последующей линии, это ингибиторы андрогенного сигнала, энзулутамид, апулутамид, дарулутамид, это препарат абиратурон, который является ингибитором стероидогенеза. И если имеется мутация генов гомологичной рекомбинации ДНК, мы можем назначить препарат аллопориб. И при наличии костных метастазов радий-223. Клинические рекомендации по лечению неметастатического кастрорезистента рака пристательной железы гласят, что при времени удвоения ПСА более 10 месяцев показано продолжение андроген-депривационной терапии, динамическое наблюдение или смена гормонотерапии. При времени удвоения ПСА менее 10 месяцев показано продолжение андроген-депривационной терапии и уже назначение одного из препаратов комбинации, представленных на данном слайде. На основании чего мы назначаем эти препараты, стоит обратить внимание на клиническое исследование. И мы видим, что андроген-депривационная терапия в комбинации с антиандрогенами второго поколения увеличит как общую выживаемость, так и безметастатическую выживаемость у данной когорты пациентов. И метаанализ, так называемый СПА-протокол, говорит, что именно эта комбинация, это, как я уже сказал, антиандрогены второго поколения, плюс депривационная терапия сопоставимо увеличивает безметастатическую общую выживаемость в сравнении в монорежиме андроген-депривационной терапии. Метаанализ СПА-протоколов гласит о том, что сопоставимы по относительному риску развития нежелательных явлений, в том числе включая нежелательные явления третьей и четвертой степени. И, конечно, в нашей повседневной практике мы все-таки чаще встречаемся с метастатическим кастротрезистентным раком предстательной железы. И на сегодняшний день в первой линии терапии представлены доказанные препараты, которые доказали свою эффективность. Это дацитоксел, цитостатик, абиратурон и энзолутамид. И на данном слайде представлены клинические исследования, где андроген-депривационная терапия в комбинации как с дацитокселом или в комбинации с ингибиторами андрогенного сигнала увеличивает общую выживаемость именно у пациентов с метастатическим кастротрезистентным раком предстательной железы. Возвращаясь к клиническому случаю, к тому пациенту, которого мы обсуждали, мы помним, что здесь, конечно же, нам, возможно, хотелось бы назначить абиратурон либо энзолутамид. Но стоит помнить, что для нас принципиально, что важно знать, что предшествующая гормональная терапия была либо малоэффективна, либо неэффективна, либо был короткий период эффективности данной гормональной терапии. В этом случае, конечно, мы можем отдать предпочтение именно цитостатику, это препарату дацитоксел, соответственно, в комбинации с андроген депривационной терапией. Спасибо, Руден Игоревич. Виталий Александрович, продолжая нашу с вами дискуссию, формально вы правы. У больного есть формальный признак развития кастротрационной резистентности, мы должны менять терапию. Неформально. Понятно, что у этого пациента прогноз жизни неблагоприятный. У него была короткоэффективная чувствительность к гормональной терапии на этапе гормональной чувствительности. Он очень плохо ответил на доцитоксел. На Дирпаса у него был не просто больше единицы, он составлял 4,5. Абиротерон у него проработал, если можно назвать, проработал стабилизацию. Всего полгода дальше начал подрастать ПСА. Понятно, что если этому больному менять препараты по формальному признаку, мы за год проскочим все оставшиеся ему линии терапии. Вылечить мы этого больного не сможем. Мне кажется, что ключевая задача лечения этих пациентов – это проведение максимально длительной, последовательной терапии с сохранением удовлетворительного качества жизни. То есть пациенты должны получать клиническую пользу от проводимого лечения. Клиническая польза в подобных ситуациях – это отсутствие симптомов радиологического прогрессирования, свидетельствующего о том, что у пациента скоро ухудшится качество жизни. То есть созрел костный метастаз, который повлечет за собой патологический перелом, вестеральный метастаз, который находится в функционально значимой зоне, но при раке простаты это редкость, тем не менее, бывает. Поэтому вот у таких пациентов я всегда стараюсь последовать принципу PCVG-4, в котором мне очень нравится введено новое понятие сохранения клинической пользы, по мнению врача, при наличии признаков прогрессирования. То есть если врач считает, что больной продолжает получать клиническую пользу, несмотря на прогрессирование, мы можем продолжать лечение. Понятно, что это, скорее всего, касается все-таки второй, третий, последующих линий терапии, как трат резистентного рака предстательной железы. Но вот у таких больных, мне кажется, вот этот принцип сохранения клинической пользы можно использовать. Возможно, вы со мной не согласитесь. Но я стараюсь делать так. Так, я еще три месяца провожу терапию абиротероном с преднизолоном, подтверждаю кастрационную резистентность по ПСА-прогрессированию. И посмотрите, что я выиграла. Я протянула 12 месяцев с момента завершения химиотерапии доцитокселом. И теперь я могу его реиндуцировать. Потому что иначе я очень быстро выберу все оставшиеся линии терапии. Понятно, что я буду менять их, как перчатки, каждый день. Я иду на реиндукцию терапии доцитокселом, назначаю остеомодифицирующие препараты. Родион Игоревич, вы не хотите при гормонно-чувствительном раке простаты и совершенно правильно не хотите назначать остеомодификаторы? А вот здесь наступила конструкционная резистентность. Могу? Разрешаете? Да, конечно. И вот смотрите, Виталий Александрович, я выиграла вот это время. Назначаю пациенту два цикла химиотерапии доцитокселом. И у меня снижается ПСА с 24 до 11 мг на миллилитр. Как вы считаете, это все-таки результат? Думаю, да. Я думаю, да, это результат. К сожалению, вы правы в том, что вот у такой категории больных с ростом ПСА, но отсутствием бурного прогрессирования, это всегда непростая задача для клинициста, убедить не столько больного, сколько себя и правильно своих действий, не поменять ему терапию. Тут я с вами согласен. Ну вот после четвертого цикла у меня опять начинает нарастать ПСА 23-56-61, и радиологически по скинированию костей появляется некий очажок повышенного накопления радиофарм препарата, ну формально новый очаг костя скелета, но один. Виталий Александрович, что вы мне посоветуете? Будем дальше скакать по разным линиям или все-таки еще чуть-чуть подождем? Может быть, подтвердим, что это новый очаг? Или вы опять укажете мне на ПСА? Вот вы как в своей клинической практике делаете? Формально, даже несмотря на ПСА, мы имеем прогрессирование радиологически подтвержденное. Один очаг, один, не два. Безусловно, вы правы. Один очаг, и, насколько я понимаю, он бессимптомный. Бессимптомный? Пока да. Поэтому правомочно, наверное, оставить пациента на той линии терапии, которую он получает сейчас, но, может быть, сделать очередное обследование не через три месяца запланированных, а, может быть, чуть раньше, чтобы не пропустить истинного прогрессирования, если таковое может иметь место. Ох, это, конечно, очень непростая задача, но понятно, что проведу я еще пару циклов, не проведу я еще пару циклов терапии. Все равно нам нужно думать о том, что делать дальше. Наш пациент на этапе гормональной чувствительности получил доцитоксел и абиратурон с преднизолоном. На этапе кастрационной резистентности в первой линии лечения он получил реиндукцию терапии доцитокселом. Следующие линии лечения подразумевают либо смену вида терапии, принципиальную смену, либо следующую линию химиотерапии. Пока пациент имеет один единственный очаг в костях скелета, который не подтвержден. Напомню, что если речь идет о скинировании костей, через 8 недель мы должны подтвердить очаг. Симптомного прогрессирования нет. Я пользуюсь этим формальным поводом для того, чтобы дополнительно провести еще два цикла терапии. Больной сохраняет клиническую пользу, у него нет симптомов. Но я подтверждаю этот единственный очаг. ПСА вырастает до 98 нг на миллилитр. И, конечно, я должна идти дальше. При доцитоксел-резистентном к астрат-рефрактерном раке предстательной железы доказана эффективность трех препаратов. Первый из них – это токсан третьего поколения Кабазитоксел, который, как вам известно в исследовании Тропик, по сравнению с метоксантроном и преднизолоном, несвятая вода была отнюдь в группе контроля, показал значимое увеличение общей выживаемости с 12 до 15 месяцев, но при этом Кабазитоксел препарат непростой. Терапия им ассоциирована с высоким риском развития тяжелой гематологической токсичности. Напомню, что нейтропения третьей-четвертой степени тяжести на фоне химиотерапии доцитокселом в регистрационном исследовании была зарегистрирована у 82% пациентов. Естественно, в клинической практике никто не ждет феврильных нейтропений, и препарат используется с колонией-стимулирующими факторами. Абиратурон с преднизолоном и энзолутамид сравнивались с плацебо на фоне продолжающейся андрогенной депривации, при этом они значимо увеличивали общую выживаемость при благоприятном профиле безопасности. Напомню, что абиратурон, как ингибитор стероидогенеза, способен индуцировать развитие отеков, гипокалиемии и гипертензии. Энзолутамид – классический антиандроген второго поколения, малая молекула, способная проникать через гематоэнцефалические барьеры, и в высоких, незарегистрированных в клинической практике дозах способен индуцировать судороги. Естественно, что хотелось бы всех больных провести на ингибиторах андрогенного сигнала без тяжелой гематологической токсичности, но правила гормонотерапии сработала плохо раз, плохо будет работать и в дальнейшем. К сожалению, относятся и к доцитокселорезистентному кастротрефрактерному раку предстательной железы, и у этих пациентов кандидатами для химиотерапии следует считать пациентов с предшествующей неэффективной или короткоэффективной андрогенной депривацией, конечно, при условии, что пациент способен перенести химиотерапию доцитокселом, то есть имеет сохранную костно-мозговую функцию. Все остальные больные являются кандидатами для ингибиторов андрогенного сигнала. Хотелось бы напомнить, что, конечно, если есть возможность выбрать ингибитор андрогенного сигнала в зависимости от профиля сопутствующих заболеваний, это нужно делать. Естественно, что больной с исходным гиперминералокортицизмом, пациент с субкомпенсированной сердечной недостаточностью, язвенной болезнью с сахарным диабетом не будет являться идеальным кандидатом для абиротерона. Если у пациента есть масса факторов, которые повышают риск судорог, то, наверное, в этом случае не стоит склонять свой благосклонный взор в сторону энзолутамида. Возвращаясь к нашему пациенту, после химиотерапии доцитокселом я принимаю решение поменять руку. Я хочу поменять механизм действия. Конечно, после абиротерона, что ни говори, прошло достаточно мало времени, но уходить сразу на кабазитоксел в этом случае я не считаю целесообразным. Больному на этот момент уже 79 лет. Энзолутамид препарат эффективный, хорошо переносится пациентами, он даст мне некий период отмывки от цитостатиков. И несмотря на отсутствие перекрестной резистентности, полной перекрестной резистентности у доцитоксела и кабазитоксела, я все-таки хотела бы сделать вот эту прослойку. Химиотерапия ингибитор, химиотерапия ингибитор. Я назначаю больному энзолутамид, продолжаю остеометтифицирующую терапию. И после первого цикла лечения мы наблюдаем снижение уровня ПСА до 58 нанограмм на миллилитр. И к пятому циклу лечения мы достигаем надира ПСА 31 нанограмм на миллилитр. Это неплохой показатель для мультирезистентного кастротрезистентного рака предстательной железы. Радиологически сохраняется стабилизация опухолевого процесса в течение 6 месяцев. Я надеюсь, что этот эффект будет длительным, но мне нужно думать, что делать дальше. Родион Игоревич, на что мне загадывать? Я думаю, что помимо того, что нужно продолжать данную терапию, конечно, наверное, можно рассматривать Кабазит-Аксел и параллельно определить, есть ли мутация генов гомологичной рекомендации ДНК. Может, это еще что-то даст. Спасибо. Виталий Александрович, а Вы что бы мне посоветовали? Мария Игоревна, тут знаете, какое дело? Пациенту 79 лет, с одной стороны. С другой стороны, если он переносит то, что Вы предлагаете в качестве лечения, значит, что он в довольно неплохой физической форме, видимо, без каких-то серьезных сопутствующих заболеваний. Я это к чему? Потому что если вдруг в случае прогрессирования использовать Кабазит-Аксел, то он, на мой взгляд, имеет шанс дожить и до следующего прогрессирования. И вот тогда уже совсем нам будет нечем начать. Поэтому если вдруг он запрогрессирует на энзоутомиде, или не если, а когда он запрогрессирует на энзоутомиде, я бы обратил свой взор в сторону системной радиоизотопной терапии. Поскольку, да, у пациента были метастазы в тазах заброшенных внутриверных узлах, но в самом начале, а сейчас, последние полтора года, он прогрессирует только по костям. Поэтому, может быть, назначение, например, радио здесь будет как бы немножко вне, как вы говорите, офф-лейбл, но, может быть, мы будем иметь доступ к назначению литеца, и в этом случае я бы в случае прогрессирования на энзоутомиде отдал предпочтение системной радиоизотопной терапии. Спасибо, Виталий Александрович. Хорошая логика. Действительно, в исследованиях широкого доступа радио-223 назначался больным с нерегионарными лимфогенными метастазами, но, вы знаете, здесь все-таки большой массив. На мой взгляд, радио-223 конкретно здесь нет. Вот лютеция, конечно, интересная опция, но нужен доступ к препарату. Что вообще формально мы можем рассматривать у этой категории пациентов? Но, прежде всего, я хотела бы напомнить, что после долгих лет дискуссий с приведением клинических примеров мы получили исследование карт, которое показало, что после ингибитора андрогенного сигнала при мультирезистентном кастротрефракторном раке предстательной железы кабазитоксел лучше второго ингибитора андрогенного сигнала абиротерона после энзоутомида или энзоутомида после абиротерона. Кабазитоксел дает преимущество и в общей выживаемости, и выживаемости без радиологического прогрессирования. РАДИ-223 отличная опция для больных с метастазами только в костях скелета, и, как уже сказал Виталий Александрович, очень важно поймать то самое терапевтическое окно до того, как у больных появятся метастазы, которые не будут пролечены этим радиоизотопом. Прежде всего, конечно, речь идет о висцеральных метастазах, но и если массивные метастазы в лимфоузлах, которые являются клинически значимыми, здесь, конечно, тоже стоит подумать. Во второй и последующих линиях терапии при метастатическом кастротрезистентном раке простата, резистентном к ингибиторам андрогенного сигнала, прекрасные результаты у больных с позитивным мутационным статусом геновгабологичной рекомбинацией ДНК показал парк ингибитора лапарит. Напомню, что лапарит изучался в двухкогортном исследовании Профаунд, в котором показал значимое увеличение общей и радиологической беспрогрессивной выживаемости, а также частоты объективных ответов у больных с квалифицирующими мутациями, прежде всего, BRC1.2 и ATM. Какие ближайшие перспективы ждут нас при метастатическом кастротрезистентном раке простаты? Я думаю, нет онкоуролога, который не потирал бы вожделение руки, в ожидании доступа к лютецию. Это системная радиотерапия, которая работает не только при постных метастазах, но и при метастазах иных локализаций. Лютеции в сочетании со стандартной терапией сравнивался со стандартной терапией при мультирезистентном кастротрефрактерном раке предстательной железы и показал значимое преимущество радиологической беспрогрессивной общей выживаемости. И еще одна очень интересная перспектива, надеюсь, нас все-таки ждет в клинической практике, это триплет андрогенной депривации абиратурона и алопариба, который показал преимущество по сравнению с андрогенной депривацией абиратуроном в исследовании пропель независимо от мутационного статуса генов гомологичной рекомбинации ДНК. Алопариб на фоне андрогенной депривации в сочетании с абиратуроном имел значимые клинические преимущества. Поэтому я, как уже посоветовал мне Родион Игоревич, направила опухолевые блоки на тестирование мутационного статуса по HRR. Помимо этого, я собираюсь провести тестирование MSI-H, редко, но бывает микросателитная нестабильность при раке простаты, и решила выполнить иммуногистохимическое исследование опухоли на нейроэндокринную дифференцировку, чтобы подумать, какие еще возможности в отношении системной лекарственной терапии у нас остались. Но и подходя к концу нашего туморборда, я хотела еще раз подчеркнуть, что выбор тактики лечения рака простаты должен быть персонализированный. Принципиально лечебный подход определяется распространенностью опухолевого процесса и предшествующим лечением. При неметастатическом раке предстательной железы выбор тактики определяется группой риска, ожидаемой продолжительностью жизни и наличием симптомов. При гормоночувствительном раке предстательной железы мы ориентируемся на объем метастатического поражения и коморбидный фон, и при кастрат резистентном раке простаты. Единственный критерий, на который мы можем опираться, это длительность эффективной предшествующей андрогенной депривации, ну и, естественно, предшествующие линии лечения и локализации метастазов. Я от души благодарю наших сегодняшних экспертов Виталия Александровича Черняева и Родиона Игоревича Рябинина. Я благодарю вас за внимание к нашему мероприятию и желаю всем самого доброго.